Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1358. Тема «Разбор выступлений Архимандрита Амросия Юрасова». Вопрос 301, 302, 304. Как в пост заниматься тяжелой физической работой? Или, если скоромную пищу есть нельзя, нужно ли соблюдать пост тем, кто находится в дороге? Отвечает Амросий Юрасов. Когда топят деревенскую печь, бывает, что дым в трубу не идет, а выходит из печи в дом. Под дуала почистят, залу берут, и воздух попадает в печку, дрова горят. В церкви все мудро продумано. В году 365 дней, 280 из них постных. Есть апостольское правило, что для странников пост послабляется, но вкушать им разрешается не больше, чем рыбу. Если, допустим, идет пост Петра и Павла, в этот пост всем разрешается вкушать рыбу, кроме среды и пятницы. А если мы находимся в дороге, есть апостольское правило, где сказано, что если женщина родит в великом посту, то для нее поста нет. Она может 40 дней есть все для восстановления организма. А когда пройдут 40 дней, кормящая женщина, как и все, должна соблюдать пост. Спирт – продукт не скоромный, а постный. Там жиров животных нет. Комментирует ответ Юрасова Игнатий Тихонович Лавки. Когда читаешь эти ответы, то хочется заглянуть поглубже и узнать, что же еще там написано в Евангелии от Амбросии и в соборных постановлениях 8-го Вселенского Собора по председательствам Юрасова. Читая эти ответы опусы, только и всплеснешь руками. Да чего же нахальный мужик в Иваново живет, как он безобразничает с людьми своим языком. Говорите, что есть апостольское правило. Почему же вы его не называете, а только шуршите в траве, как сектант и еретик? Во-первых, такого правила нет. А вы просто пудрите людям мозги, потеряв всякий стыд и страх Божий. Относительно послабления поста в дороге правило есть. Но только это у мусульман в Коране и больше нигде. Вам что, патриархия сверху спустила новые соборные постановления, как результат ее участия в экуменизме и смешении всех религий в одну всемировую всеересь? Всемирный совет церквей есть церковь антихриста. И вы в данном случае являетесь участником этого греха. Тимофея правило. Вопрос восьмой. Аще жена родит пред Святую Пасху, то есть на Великой Седмице. Должна ли поститься или не пить вина, или разрешается она от поста и от запрещения при пите вино ради того, яка родила? Ответ. Пост установлен для усмирения нашего тела. Итак, когда тело находится в смирении и в немощи, то должна она принимать и в пищу, и питье, как хочет, и понести может. Вопрос десятый. Аще кто болен и от сильной болезни совершенно истощен и приближается Святая Пасха, непременно ли должен таковый поститься или по причине сильного изнеможения его священнослужитель разрешит ему употреблять и что может, или елей и вино? Ответ. Должна разрешать и больному принимать и в пищу, и питье, смотря по тому, что может он понести. Ибо совсем истощенному употреблять и елей есть дело правое. Читая восьмое правило, можно подумать, что роженица разрешается есть все подряд и даже мясное в Великий Пост. Но десятое правило уточняет, что под словом «что пожелает» указывается на растительное масло и на вино, и более ни на что. «У нашей матери было двенадцать детей, и она себе не позволяла даже растительное масло, не говоря о вине. Поговорите со старообрядцами всех толков, и ответ будет один и тот же. А все это вы говорите для того, чтобы вседозволенностью увеличить количество своих прихожан». Матфея 7.13 «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Петра Александрийского 15 правило «Никто да не укоряет нас за соблюдение среды и пятка, в которые дни благословенно заповедано нам поститься по преданию, в среду по причине составленного иудеями совета о предании Господа, а в пяток, потому что Он пострадал за нас. В воскресный же день провождаем яко день радости ради воскресшего воны. Всей день и колено преклонятия мы не приняли. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Евангелие от Марка 7.15 «Это место и подобные ему, например, о том, что пища не поставляет нас перед Богом, вспоминают обычно нелюбители поста, полагая, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься, вопреки уставу и порядку церкви». Насколько удовлетворительно это извинение, всякому верному церкви понятно. При посте установлено воздержание от некоторых яств не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспеяния. Такой смысл закона поста, и он столь существенен, что считающие какую-либо пищу скверную, прочитаются к еретикам. Несклонным к посту на этом надо бы настаивать, а не на том, что пост необязательный, хотя он действительно есть средство к одолению греховных желаний и истремлений плоти. Но это такой пункт, на котором ему стоять никак нельзя. Если преуспеяние внутреннее обязательно, то обязательны и средства к нему, считающиеся необходимыми, и именно пост. Совесть и говорит это всякому. Для успокоения ее твердят, я другим способом возмещу опущение поста, или мне пост вреден, или я поощусь, когда захочу, а не установленные посты. Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Последнее также неуместно, потому что церковь одно тело, и желание обособиться в ней от других противно ее устроению. Удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее, а член ее не может так говорить, и того требовав. Второе извинение имеет тень права. И точно, пост необязателен для тех, на которых постное действует разрушительно, потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщвления страстей. Но если перечислить таковых добросовестно, то их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Останется один аризон, нежелание. Против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли. Вот только, когда осудят в ад, хочешь, не хочешь, оступай, схватят и бросят туда. Феофан Затворник Читая ваши ответы, отец Амбросий, видишь, что вы, отче, не святый, все знаете, и даже, как архимандрит, можете научить женщин правильно рожать. Я не могу подсказывать вам, как пользоваться кадилом, и сколько наложить углей. Это ваша профессия. И я вам полностью доверяюсь. Я по специальности техник-строитель промышленных и гражданских зданий. И когда уверовал во Христа, был лишен права работать начальником, и 40 лет проработал печником, и в этом деле кое-что познал. Когда печь не топится, то чистить нужно дымовые каналы обогревателя, а не поддувала, в которое попадает села, которую выносят каждый день. У вас почти в каждом ответе такие грубые проколы, когда вы садитесь в лужу, рассуждая о том, в чем ничего не смыслите. Мне много лет приходится вести занятия в разных университетах, в силовых структурах, выступать по радио и по телевидению. Как проповедник Мирянин, я делаю это по внутреннему призванию. За каждый свой материал я должен отвечать. Случается, что уже в сданном, в типографии материале, я вдруг обнаруживаю неточность в один год, и я сразу же нажимаю на все рычаги, чтобы приостановить печатание. А людям вовсе нет никакой разницы, когда был этот собор в 1581 или 1582. Хотя историки утверждают и то, и другое. А жатвы много, делателей мало. Но кто же ты, стоящий у межи, или своего душа не принимала, что ищешь зерна в терниях чужих? Тебе свое давно уже не мило. Забыл о том, что все на нас войной, и к той земле, которая вскормила, оборонился гордою спиной. Да не умрешь голодной смертью, друже, остави нрав неверного раба, тот богослов, кто православно служит. Смирись и ограждай свои хлеба. Иеромонах Роман, 1993 год.